как влияет критика на мужчину какая логика у большего девушек чтобы мужчина исправился нужно что делать указывать на его ошибки то есть уже что нужно его критиковать я ему докажу что он не прав о я понял что я не прав спасибо моей девушке жене что это для меня донесла все же не так как она хотела все не так как он обещал все не так как было раньше все не так как должно быть это во всем вы женщины виноваты вот это мне нравится вот это вау вот это мне очень приятно привет меня зовут ярослав самойлов я психолог эксперт в отношениях и прежде чем мы перейдем к этому видео прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца начнем с классики как это происходит в большинстве случаев понятно что в начале отношений идет конфетно букетный период все прекрасно все хорошо мужчина и женщина влюблены в друг друга они говорят друг другу прекрасные слова дают золотые обещания обещания золотых гор и кажется такое ощущение у пары что так будет длиться вечно всегда и все будет радужно и обалденно что происходит дальше чем дальше в отношениях тем некий градус вот этой эйфории он спадает градус эйфории начинают выходить наружу некие конфликтные ситуации некие конфликты и рано или поздно конечно же в том числе мужское поведение мужские проявления мужские поступки возможно мужские слова мужские реакции или в принципе мужской путь ее мужа начинает не устраивать женщину и она начинает что делать пытаться это исправить до показать недовольство показать что ей это не нравится и чаще всего это происходит как через критику какая логика у большинства девушек чтобы мужчина исправился нужно что делать указывать на его ошибки то есть нужно что нужно его критиковать и у нее какая логика я его сейчас буду критиковать я ему докажу что он не прав что он как-то не так себя ведет он это все поймет услышит то есть ему сейчас докажу его неправоту через критику он сейчас это услышит и у него такой возник реакция о я понял что я не прав спасибо моей девушке жене что это до меня донесла и такой раз блин и у меня прям сейчас возникло дикое желание делать мою женщину счастливой большинство девушек думает что так должно быть как это продолжается на самом деле то есть происходит критика мужчина конечно же большие случаев не признается не признает своих ошибок он сопротивляется женщиной он с ней соперничает и в итоге отношения становится только хуже то есть мужские поступки поведения не меняется только ухудшаются отношения ухудшаются дистанция между мужчиной и женщиной вот это внутреннее она только увеличивается женщина в итоге что обижена ведь блин все же не так как она хотела все не так как он обещал все не так как было раньше все не так как должно быть и с каждым годом это все становится хуже хуже и хуже спешу отметить в каких случаях это работает это когда у мужчины развит комплекс такое чувство вины знаете ты его сделали виноватым и он из чувства вины сделал тебя счастливой он из чувства видны на какое-то время стал хорошим на какое-то время стал шелковым это хватило на неделю двое месяц и потом он обратно скатился в то состояние в то поведение которое было до этой критики и чтобы мужчину держать в неком таком тонусе этой женщине нужно постоянно его так сказать пилить там раз в месяц или каждые две недели и понятно что может быть в начале это кажется и прикольно но со временем от этого и устает сама женщина и это тоже неэффективно это ничему хорошему не ведет и да может быть поначалу этот мужчина из чувства вины что-то делать хорошее но чем дальше тем его чувство вины все хуже на него работает и уже после этого его чувство вины превращается во что в безразличие а безразличие часто заканчивается чем агрессией да и потом девушки спрошу ярослав а почему он такой агрессивный а чё он на меня кричит а чё так а чё так важно понимать я не хочу сейчас оправдывать мужчин я не говорю что ну да мужчины правы они имеют право себя так вести это во всем вы женщины виноваты цель этого видео объяснить что как и почему происходит также ты должна понимать почему тебя тянет критиковать ну в отношениях там мужчину может быть даже детей если они есть потому что мы выросли большинство из нас мы выросли в критике нас родители критиковали родители наших большинство было какое мышление я сейчас ребенка поругаю покритикую и он исправится и он станет лучше то есть нас большинство воспитывали через критику у нас в принципе у большинства если мы не пашем над собой у нас программа чтобы менять мир вокруг себя нужно критиковать президента власть депутатов детей близких людей родственников и от этого как будто бы что-то должно измениться но важно понимать что когда родитель критикуют ребенка он же имеет еще кроме критики еще какую силу ребенок же зависим от родителя ребенок же слабый он ничего не может без родителей он несовершеннолетний и он вынужден подчиняться родителю но когда вы в отношениях критикуете взрослого человека там не прокатит поведение мама сын мама ребенок это тоже важно учитывать глобально что я хочу донести что критика это разрушение когда нас критикуют нас пытаются разрушить специальные или не специальные это разрушение самооценки это разрушение нашего состояния это разрушение когда я критикую другого человека то есть я разрушаю его желание делать что-то лучше и понятно что мы сейчас не грим про бизнес отношения мы не говорим сейчас про отношения руководитель сотрудник мы сейчас не говорим отношения там директор и компания. Там по-другому. И я не говорю, что там критика, это нормально. Это в любом случае другой контекст. Мы сейчас рассматриваем контекст отношений мужчины и женщины. Что хочу донести? Если ты хочешь изменить мужчину, избавься от убеждения, что это возможно сделать через критику. Избавься от убеждения, что это возможно сделать через разрушение. Избавься от убеждения и уверенности в том, что можно жизнь менять, становиться счастливой, разрушая кого-то, разрушая что-то, воюя с кем-то, сражаясь с кем-то, борясь с кем-то. Война вызывает войну. За здоровье не пьют. За мир не воюют. Изменить мужчину ты можешь через себя. То есть только меняя себя. Только трансформируя себя. И при этом не для того, чтобы изменить мужчину. Я трансформирую себя для того, чтобы изменить свою жизнь. И либо рядом мужчина меняется, либо в процессе своего роста, развития, на каком-то этапе, я принимаю решение, я делаю год, что нам не совсем по пути. Ну, неверный мы выбор сделали. Ну, прожили мы какую-то жизнь, опыт и поняли, что дальше наши дорожки разошлись. Но это бывает, ну, глобально это случаи 50 на 50. В половине случаев, когда человек меняется, рядом и партнер меняется. И в половине случаев партнер меняется, а человек рядом не меняется. И тогда можно смело принимать решение, ну, двигаться как-то дальше, если человек не готов становиться лучше возле вас. Но все начинается именно с тебя. Значит ли это, что если нельзя, там, я же тем более не сказал, что нельзя мужчину критиковать? Можно. Делать можно все, что угодно. Можно волосы красить, если они есть фиолетовый цвет. У меня нет волос, да? Все можно. Просто важно понимать последствия. Ты можешь делать с мужчиной все, что тебе хочется. Все, что тебе приходит на ум, важно понимать последствия. Можно кушать много еды перед сном, но важно понимать последствия, которые будут ждать тебя через энный период. И я не говорю к тому, что мужчину нельзя критиковать, или теперь нужно терпеть, молчать, если тебе делают плохо, больно, нужно сцепив зубы, или изображать улыбку и счастье. Нет. Это значит, что тебе нужно научиться с мужчиной, ну, как минимум, вести диалог без войны, без сражения. Это когда ты умеешь, если говорить технически, описывать это поверхностно, да, то это когда ты умеешь спокойно реагировать на ситуацию, когда ты умеешь спокойно управлять своим состоянием, и в спокойном состоянии мужчине говорить, что есть какой-то там дискомфорт, например, в отношениях. Когда ты умеешь разговаривать с мужчиной без наезда, без критики, без претензий, описывая какие-то собственные чувства внутри, описывая, что тебе приятно, что тебе неприятно, озвучивая, а как бы тебе хотелось бы на самом деле вместо этого. И при этом, если ты мужчину пытаешься озвучить, что тебе не нравится, так же задай себе вопрос. А я чаще в отношениях мужчиной что делаю? Озвучиваю то, что мне не нравится? Или же я, например, чаще в отношениях в восьми случаях из десяти я подчеркиваю, что вот это круто, вот это мне нравится, вот это вау, вот это мне очень приятно, а вот эти вот два момента мне не очень. Или наоборот, как в большинстве случаев, в восьми случаях, в девяти, она озвучивает, что ей все не так, так все не нравится, все не то. Большинство она принимает как должно, и лишь в одном случае она говорит, что что-то ей там приятно. И нас так же воспитывали. Я вспоминаю себя. Когда Ярослав учился хорошо, говорите, ну нормально, нормально, ну так и должно быть, Ярослав. Нормально, окей. Как только я что-то делал плохо, не так, не как ожидали мои родители, я получал критику, я получал какие-то наказания, я получал какие-то претензии. И я понимаю, что меня чаще, мне, я чаще слышал, что со мной что-то не так, чем, что я в чем-то там молодец, в чем-то хорош. Я сейчас не, ну, не критикую родителей, не осуждаю. Они делали лучше, что могли. И скорее всего, их детство было не слаще, чем мое. Я просто хочу показать вам, откуда растут ноги у большинства из нас. И мы в этом не виноваты. Вопрос в том, уже есть как есть. Вопрос в том, что дальше. Вопрос в том, какие у нас планы на дальнейшую жизнь. И что мы для этого делаем с собой, для того, чтобы в жизни получать то, чего мы на самом деле достойны. И нужно начинать с себя. Если для тебя важно разобраться, как же прокачивать себя как женщину, как начать менять себя, не ожидая перемен вокруг, как строить по-настоящему счастливые отношения, как привлекать достойных мужчин в свою жизнь, как перезагрузить непонятные отношения, если они сейчас переживают какую-то кризисную стадию, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс мужчина, честная инструкция. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!